Посмотрите, любовные стихотворения готовы на всю его небольшую книжку. А сколько там произведений тихотворений? Там около сотки. Это мало. Даже меньше, чем вчера. Конечно. Ничего, чем вчера. Там вдруг есть любовные стихотворения. Нестаящие любовные. Прочесть что ли здесь? Да. Полотерение? Да. Нет, не могу. Давайте так. Он любовь свою звал Лезбией. Может быть она была с острова Лезбос. Может быть это ее просто псевдоним Лезбия. Но он ее звал так. Лезбия. Давайте переведем сразу. Виванус Мея Лезбия. Значит, будем жить, Мое Лезвие. Любя друг друга. Румурес квесенум севериому. Квотну ассенус. То есть, не будем в грош ставить сплетни стариков. Ассенус. Помните? Ассенус. Ассали. Денежка маленькая. Да? И дальше мы будем любить друг друга. И будем целоваться. Дами бассия милле. Дейн де кенту. Милле. Это сколько? Милле. Тысяча. Тысяча больше? Милле. Миллион. Миллион. Тысяча. Да? Дейн де кенту. Кенту. Цент. Центу. Стоп. Стоп. Значит, дай мне сначала. Тысячу поцелуев. Потом сто. Дейн узкве альтера милле. Дейн де кенту. Потом другую тысячу. А потом еще сто. Дейн кенту. Дейн узкве альтера милле. Потом еще сто. А потом еще тысячу. Чтобы в конце концов мы потеряли счет. И забыли, сколько мы целовались. То ли тысячу. То ли десять тысяч раз. Скорее всего, то ли двадцать тысяч. То ли двадцать тысяч. Так или иначе. Это стихи о любви. Финал, правда, на сегодняшний слух звучит грустно. Нокс эс терпетуа. Уна дурмиенда. Ночь не стоит. Нокс эс терпетуа. Нам суждена вечная ночь. С одной стороны, это здорово. Для любовников вечная ночь. Они всю ночь будут целоваться. Вечно. С другой стороны. Нокс эс терпетуа. Нам суждена вечная ночь. Это значит, в том числе, смерть. Правда? Думаю, что Картун последнего значения не имел в виду. Он думал о том, что это будет вечная ночь. Ночь не влюбленных. Такая радостная, счастливая. Когда можно целоваться. Тысячу раз. Стоп. А потом еще раз тысячу. А потом еще раз стоп. А потом еще раз тысячу. А потом еще раз стоп. А потом еще раз стоп. А потом еще тысячу. Но это уже точно не эллигические действия. Это не эллигические действия, это сила, это как? Если на то пошел. А то любите писать. В том числе с селлабитой. А селлабатоника, кроме яйца и пентагнера, извините, он писал? С селлабатоника нет, конечно. Ага, то есть, ну, мне прям вдруг случайно получилось. Я не думаю, что римляне так уж серьезно занимались размерами. Римляне очень серьезно занимались размерами. Но римляне не знали или хотя бы не признавали селлабатоники. Они, конечно, писали селлабитой. Они, конечно, писали вот это, эллигическим дистихом. Они, конечно, писали гексаметром, да? Неселлабатоникой. И уж, конечно, не тоникой. Гексаметр тоже будет? Нет. Гексаметр близок к тоникам, правда? По крайней мере, по-русски. Чтобы вас не смущал Радон. Или, наоборот, чтобы вы к нему не взяли. В интернете. Или просто книжечку возьмите Катулла. В русском переводе есть. Вы увидите, какой это был забавный товарищ. Он не только о любви писал. Он сейчас где-то ругал своих друзей по-черному, когда он говорит «Кво сэмом?» Вот я вас. Вот я вам врежу. Вот я вам мажу. Извините, а за что? Да? Было за что? За что? Ну, приятно. Пусть это для вас не будут какие-то страшные, древностью поросшие стихи. Это стихи живые до сих пор. Если хотите, веселые, временами страшные. Это нормально? Это страшно. Временами любовные, временами ругательные. Но это живые стихи. Имя это не случаясь здесь, да? А тут у Пушкина тоже есть переводы из Катулла. Да? Согласен.